Вторая карта Маус против Ликвид. Поехали! Сейчас на первом пике у нас Мауза. Очень обидно, конечно, они проиграли предыдущую карту. Сразу же банят Синдерен Трента. Хотя, ну да, не на первом пике. ТС должен убрать сейчас Бэтрайдера и Виспа. На самом деле Маус с Виспом как-то слабенько. То есть они не играют с ним. Поэтому я думаю, что, да, видите, сами Мауза и Виспа убирают. Потому что Ликвиды могли бы как бы Виспа не убрать. То есть что бы было бы? Ликвиды Виспа бы не убрали, Мауза бы Виспа бы не пикнули, а Ликвиды бы его взяли. И были бы, возможно, проблемы. Так... Ну и думает Синдерен. Хотя, что тут думать? Сразу же Найкс. Ну, мне кажется, жиденьким надо забрать... Опять СМ-ку и Нагу. Ну, типа контрить, да, Лайфстилера. Нагой решили. Ну, почему бы нет? Фат, а сразу же получает своего любимого героя Пака. ОД банят Синдерен. ТС. Ну, тут будет минус ВД, минус Тэмпларка. Это очевидно. От Синдерена. А что делать с ТС? ТС придется убрать... ТС придется убрать саппортов. Блин, только каких саппортов? Может быть, Рубика. Может быть, Виседжера. Может быть, Шэдоу Демона. Может быть... Не знаю даже вот... Ну, по идее, каких-нибудь... Да, наверное, убрать там саппортов. Таких вот, которых я перечислил. Есть в этом какой-то смысл. Ну, думает. Видите, ТС тоже вот долго думает. Я пока даже немножечко тут поотвечаю на сообщения. В ВКонтакте, на комментарии. Вроде хотя вопросов особо нету. Что за трек? Сейчас напишу название. Раз уж так спрашивали. Называется он Empire. Известный, собственно, сид метал группы. Ну, ладно. Неважно, в общем. Тут, значит, Никса у нас ликвиды убрали. Ну, вот, блин. Слушайте, Синдерен-то все-таки Вивера забанил. А я думал, там Пларочку уберет. Ну, хорошо, хорошо. Просто... Дазл? Да ладно! Ну, блин, давайте Кунку. Кунку теперь надо сюда пикать. Кунку, шэдоу-демона. И... 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 И что еще? Кунку, шэдоу-демона. И все, собственно, больше ничего не пикнешь. Тогда нужно будет Кунку в мид. Блин, а хардлейнера нету. Да, тогда. Ну, тогда надо кого-то в соло. Нет, конечно же, Кунку шэдоу-демона не возьмут. Но, мне кажется, Кунку можно было бы пикнуть по той простой причине, что... Ну, типа, Дазл вешает минус армор. Ты подходишь с лотара так вот, размахиваешься. Как? Дашь ему по минус армору. Это же вообще так больно. Там с плэшом... Не знаю, ребята вообще там замучаются потом отмываться. От такого сплэша. Рубик для паса. Снова Рубик. Блин, Ликвиды, конечно, вот они выиграли первую карту. Да, Ликвиды выиграли первую карту. Ликвиды красиво там сыграли. Но, вот, стоит ли брать вот таких вот героев сомнительных, как Дазл, да, и просто-напросто сейчас... Не, ну просто, вот как бы видите, Лайфстиллер, да? То есть, Лайфстиллер против Дазла это плохо. Почему? По той простой причине, что Лайфстиллер это Райткликер и Дазл. То есть, он как бы начинает грызть цель, он скидывает на нее там даже супер башу, начинает ее лупить, ковырять руками. Дазл просто Грейв. Все. Как бы, да, фокус Лайфстиллера был бесполезен. Но есть такой герой, как Пак, который может ворваться с Даггера, дать Сайланс на Дазла, поставить ему ульту, скинуть арбу. Дазл просто сам по себе герой, очень хилый, и в итоге он может отъехать. ДК берут сейчас Ликвидовцы. Сдается мне, что у Тим Ликвид Трипла это ЦМка, Дазл и Нага. А ДК пойдет в мид, им нужен какой-то хороший хардлейнер. Маус берут Чену. Ну вот Маус просто проверенный пик сейчас использует. С Ченом, с Паком, с хорошими саппортами. Сейчас еще какой-нибудь Слоссверка там. Прошу прощения, Дредд меня научил. Клокверка, конечно же. Сейчас оформят и все. Хотя Койкова, блин, Койкова. Фурион, слушай, ну Фурион. Фурион вместе с Ченом. Ну блин, Койкова играет на двух героях. На, круто, на Фурионе и на Лоундруиде. Ну еще на Тинкере неплохо, да? Но Тинкере ему здесь не пикнут, это точно. Фуриона очень даже могут. Мне интересен последний герой в команде Ликвид. Вдруг это что-нибудь жесткое. Вдруг это что-нибудь типа, ну на Хардлейн, да? Вдруг это что-нибудь типа Хардлейнового инвокера. Блин, люблю Хардлейновых инвокеров, но он вряд ли сюда пойдет. Сами Ликвиды на их месте я бы, конечно, побоялся. Ну, а может опять Мистер Шляпа. То есть Шторма, Шторм вообще отлично сыграл на предыдущей карте. А, его забанили. Лол. Ну ладно. Забанили, так забанили. Иногда придется немножечко TC здесь пораскинуть мозгами. Какую он стратегию хочет реализовать, что он хочет сделать с этим дазлом. То есть он взят для того, чтобы контрить лайфстилера, или он взят для какой-то другой цели. он будет качать нюки или грейв. Неясно, да? Что же все-таки хочет TC. Ну ладно, подождем пока немножечко. Да, ждем немножечко сейчас у него. Ну вот Квапа. Блин. Что-то я не догоняю. Она что, на хардлейн пойдет что ли? TC это крутая Квапа. Но Квапа хороша в миду. На хардлейне Квапа это, ну, такое. То есть, как бы, вроде бы есть блинг, вроде бы рейнжовая. Но она там не может получить столько экспы, чтобы разрывать соперника. Она не может контролить руны. Она не может с этого хардлейна куда-то идти гангать. Вот, кстати говоря, Синдерен сейчас интересен со своим-то хардлейнером для Койквы. Ну, по дефолту это Фурион. По дефолту. Но будет ли, когда в пике есть Чен? А может быть, Триплу на сложную, типа, отправить там лайфстиль Рубик Чену во вражеский лес, а Фуриона 1 на 1 с Квапой? Да хотя тоже бред какой-то с Ченом во вражеский лес. Не, ну, так, конечно, Нави иногда делали. Так, конечно, иногда Нави делали. Но не факт то, что получится у Маус. Факт то, что в этом есть смысл. Три хлипких героя. ЦМка, Нага, Дазл. Эскейпа, ну, только Грейв. Плюс лечилочка у Дазла. Тоже, видите, очень призадумался Синдерен. То есть, озадачил его ТС. Вот реально таким пиком. Ему сейчас нужно подобрать хардлейнера. Хорошего. Для, ну, может быть, даже, ну, вот, оооо, вайпер. А почему, стоп? Так, стоп. Получается, пак пойдет на хардлейн, вайпер в соло? Или что это будет такое? Что-то я не догоняю. Так, ну что, все разобрали героев. Можно выключить эту штуку. Да, ее можно выключить. Вот Корок, да, играет на Квапе. Вы видите, он чувак, который стоит соло, да, ТС на ДК в центре. Блэк фармит вайпером. Койква на хардлейне лайфстиллером. Лол. Ну, вот, блин. Койква, почему я не хочу, чтобы лайфстиллер с хардлейнера? Потому что Бульб играет на наге. В чем соль хардлейнового лайфстиллера? Соль хардлейнового лайфстиллера в том, что у него есть рейдж, и он может уходить от дизейбла магического, которого есть у вражеской команде, да, там, то есть, на него нападает, он вырубает рейдж и убегает. Здесь же так не получится, потому что его поймают в энснэйр, кончится рейдж, он получит приморозочку и просто, просто скопытится. Ну, не знаю, конечно, как будет в итоге. Так, Бульба пока что с пурменшилдом. Давайте все поставим, чтобы было красиво у нас. Да, отлично. Бульба через мид пока что бежит. TC затар на фастботл, X-Mix вардами, флав, дазл. Тут пропуливал всех на лечение. Вот, наверное, Квапу, да, она с талисманом и с жутко пропуленным лечением. Why is it used again? Не понял, что имел в виду Фата, к сожалению. Курьер вообще поехавший. Паузит. Корок, видимо, что-то не так. Вот, секундочку, попросил. Ну, подождем. Пока еще там ликвиды не расчехлились. А что-то, кстати, Маус-то решили, как они пойдут. Фата паком идет на бот с жутким затаром на лечение. Койкова ластилером в мид. Что это еще за бред? Вайпер на легкую. Ну, хорошо. Блин, слушайте, игра-то будет интересной на самом-то деле. На самом-то деле у Липит будет очень интересная игра. Какая цемка. Ухоженная. И 30 секунд до крипов. Блин, конечно, паки на хардлейнах стоят классно. И вот вообще, то есть, все-таки хорошо, что именно пак идет на хардлейна, не на X. Ну, я уже сказал, почему не хотел бы там на X видеть. А пак, он может как бы от сетки уворачиваться в shift. Так, ликвиды, что они... Ой, слушайте, чего не плеваю. Корок будет один на один стоять с паком. А на топе трипла. На топе трипла. Вот тут уже кликают. Смотрите, вот, ребята, вот они. Борода, ребята. У них триплана хардлейни. И что делать? Руну контролит Бульба. Бульба не находит руну. Руна на боте. Это инвиз. Не знает, это пак. Не знает, это... Никто из команды Маус сейчас. Они знают то, что руна на боте. Они знают то, что она там появилась. Они знают то, что наверняка ликвиды ее забрали. Но что это? Непонятно. То есть, может быть, КВП выйдет с ДД. Может быть, с иллюзиями сейчас начнет косвать. Но вот она решила, что сейчас, наверное, Нокс вкачает. Да? И просто Фату закидает. Или нет? Ну, посмотрим. Блин, что там будет трипла делать? Я вообще слабо себе представляю. Слабо себе представляю, что эти ребята... Да, вот уже шифт. Смотрите, как тут... Ой-ой-ой-ой, как у Новокоцы. Как у Новокоцы. Тут, смотрите, сейчас заставят банку выпить даже. Еще тычку. Все, это минус банка сразу. Корок тоже, конечно, накотился. Но вот он еще... Он два танго съест. А вот этот парень, он съел одно танго и ботил. Что, конечно же, круче. Вот. И причем... Ну, неприятно, да, конечно, получить Нокс так первого уровня в спину. Так, Лав здесь наглеет. Смотрите, добивает крипов. Ну, тут просто как бы реально опасно. Иксмайк прокачал колбу. Дазл пока ничего. Ну, как бы Дазл на первом уровне, я считаю, что... Блин, не знаю. На мой взгляд, есть смысл максить кислого. Да, но, наверное, здесь Дазл будет максить хил. Потому что... Ну, хил сейчас немножечко подняли. Он пожестче. Да, я думаю, что... Ну, как бы здесь реально нужно лечение хорошее очень. Думаю, может быть, даже... То есть, как бы подошли, в упор все скастили. Лав кидает Shadow Wave. И там очень сильно припекает. Дазл какой-то вообще без сетов, ненарядный. Бежит на топ контролить руну. Помогать TC. Что он... О, там Open Vault. Что, загрызает, что ли? Да не, какой сгрызает. Руну на боте. Ну что, может быть, квапа будет забирать? Корок. Вот, кстати, Корок играет на квапе. Но мне кажется, TC намного лучше. Ну, блин, фиг знает. Посмотрим, как справится Корок на квапе. Так, летят какие-то айтемы. Сапог для лайфстиллера. И TC... А, он ботл обузит. Понятно. Кстати говоря, не оставляет зарядов в ботле. То есть, некоторые игроки... Вот Fata, например, когда играет на миду. Он в ботл оставляет один заряд и обузит его. То есть, чтобы курьер быстрее летел. А то так он слишком... Посмотрите, как он тащится. Хотя он на хосте сейчас. Ну, сейчас он исполнится, да. Да, сейчас еще сапог. А, ботл-то не... Это сапог, ботл-то. Ботл, алло, родное сердце. Посмотри, не про обузил. Так, решили убивать крипа сразу же. Смотрите, да. И Слав качал шедоу-вей. Тут еще, вот видите, какая незадача вдвоем. То есть, как бы, Моуза стоят вдвоем против троих. На самом деле, все-таки Синдерен там выходит, конечно, помогает иногда. Но... То есть, это происходит не постоянно. Ему тоже надо фармить. Он же... Он же чем, чертка, бери. Ему нужен фарм. Так, а Фата находит руну на боте. Сейчас, кстати, ботл еще для корака летит. То есть, ребята просто массово закупаются ботлами. Не знаю, вот Даззл вот этот вот, он насколько действительно будет хорош. Третий левел здесь, тут у Вайпера четвертый. Ну, ребята, вот на самом деле, они больше, как бы, фарма реализовывают. По той простой причине, что у них Чен в лесах есть. Нокс попал, Нокс попал. Больно, неприятно. Ну, у пака тоже ботл. В принципе, я думаю, что все будет отлично. Тем более, как бы, на Иксу не надо ботл обузить, а ДК надо. То есть, как бы, курьер там в команде Маус, его только пак эксплуатирует. А там на топе Блэк закупается всякими шмотками именно в сайдшопе, а не где-то еще. Ну, не знаю, саппортом надо что-то реально придумывать. На Икса в мид не загангаешь. Кого-то убивать на этом лайне. Пас не высовывается. Убивать Блэка. Да, смотри, кстати, решили убивать Блэка. Так, Кислый пошел. Колбочку, колбочку, колбочку. Флав лечения. И практически умер Блэк. Это ФБ. Икс Майк делает ФБ. Вот только я подумал, что Ликвиды должны убивать. И как они сделали фраг. Дазл на втором уровне качает Кислого. Видите, все-таки не Максит. Шедовый. Ну, Грейв на единичку тоже надо. На четвертом, скорее всего, Дазл вкачает Грейв. Это все-таки имба такая. То есть из-за чего Дазла и берут? Из-за того, что он Грейв раскидывает. Такой своеобразный скиллшот у него есть. Полезный. Так, ну сейчас выходит четвертого уровня Синдерен. Он по-прежнему с одним крипом, что плохо. Сейчас, слушайте, неужели Блэка опять идут уберевать? Рептает. Колбочку, колбочку кидай. Хорошо. Все, приморозили. Убили. Надо отступать. Подошли крипы сюда. Но, естественно, без Вайпера здесь вряд ли кого-то смогут убить. ПТ уже у Наги. Блин, хорошо, что хоть без Аркан. Представляете, она по Аркану сделала. Хотя Аркану тут семерка есть. Она заливает аурой. То есть вот сейчас вот пока Вайпер там на базе, он пешком пойдет. Он не может как бы купить телепорта. Во-первых, у него денег нет. Во-вторых, у него, ну, как бы с распа уже туда прилетал, судя по всему. Я не заметил, действительно прилетал ли он. Но он там оказался слишком быстро. Думаю, что все-таки с телепорта он туда прилетел. Так, по-прежнему здесь борется ДК с Наиксом. В общем. То есть, ну, ребята друг друга не шибко напрягают. Там ДК 26 на 2, он Наикс и 3. Ого, кстати говоря, ДК-то проигрывает по крипам-то. Рунку контролит ДК сейчас. У него тут два таких рейнджовых дракона. И милишник, рыцарь, бежит. Корок там борется, конечно. Слушайте, вот на глават он ворвался. Так, Фата уходит. Он мог получить Соник Вейв. Идет контролить руну. Руны там нету. Ботл для него должен сейчас доехать. Да, и сапог теперь. Пятый уровень. Кстати говоря, у Квапыта фарма побольше, побольше. Она тоже сейчас будет обузить Ботл. Причем не оставляет заряд туда. Там на топе какая-то война. Цемку, похоже, будут убивать. Нет, Цемку убьют. Но, может быть, убьют Паса. Пас прогрызает деревья как может. Его сейчас очень сильно накоцало Шедоу Вейвом. Грейв. Грейв есть у Флафа. Флаф кидает на себя Грейв. И просто делает оттуда тэп-аут. Ну, а Бульба ножками. Ножками там, да. Плюнул. Он не убьет ядом. Ну, практически убил. Подошел на Эксмиду и Бульба. Просто в караоке запел и убегает. То есть, как бы, разменялись там, получается, да? Или нет? Убили Паса. Убили Чена, по идее. И отдали только Цемерку. Плохо, плохо. На бот бежит Цемерка. Здесь же и Пас. Паса примораживает Цемерку. Сейчас Соник Вейв от Корка. Не успевает Фату вернуться. На нем Нокс. Он может умереть. Его уже убила нова... Но Корок, блин, Короку опасно. Есть телекинез и... А, крипы, крипы! Что ж ты? Ой-ой-ой. Ну, что ты делаешь? Ё-моё. Корок. Ну, ты же знал, что так будет. Ну, правда, Цемерка тоже забрала. Но не надо было умирать. Вот убили Рубика. Молодцы. Но умер... Умер... Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Корок, да? Умер Корок это плохо. Потому что левел у него седьмой. А у гребаного Рубика пятый. Теперь. То есть он наверняка там... Кучу опыта получил за эту квапу. То есть он как бы не знал то, что там, может, пойдут крипы. Ну, как бы, может, что-то не рассчитал. Да? Но не надо было этого делать. Серьезно. Лучше бы ушел пас, чем разменять квапу. Так, на топе опять попытка убить Блэка. Ну, вот, кстати, Корок с Респа. Но он, кстати, вряд ли умрет. Но Блэка тоже... И не, разворачивается, чтобы убить Блэка. Разменивается. Ну, вайпер не получает опыта. Что самое неприятное для немецкого игрока. То, что как бы он убил квапу. Квапу жирную. Но опыта он не получает. О, и Синдерену тут, по-моему, тоже сейчас будет плохо. Неприятно. Слушайте, а американцы-то какие-то фишки готовят. Вот к Интернешнлу как-то подготавливаются со всякими дозлами. Со всякими, там, штормами играют. И смотрите, как получается. Моузов-то нагибают. Таки молодцом держится Блэк. Седьмого уровня Блэк у него вообще, конечно, мало что есть. Ну что, Нетворс. Ну, вот так вот, как видите, да. Нетворс, конечно, оставляет желать лучшего фанатам европейской команды. Ну, можно понять, там, американский, наверное, Север. Да, тяжело играется. Но все равно, все равно. Как-то вот все это выглядит очень странно. Так, ТС ультует. Здесь, ух, как за проказ такой куда-то забрали. Жестко на топе. Там тоже какая-то борьба. Блэка нагибает. Но сейчас Блэк встрянет. Там кислый замакшен. Третьего уровня подходит Фата. Фата хороший ульт скинул. Но Флав дает Грейв. У него нету маны на телепорт. Очень долго живет сейчас. Фата получает кучу дэмэджа. Все-таки умирает здесь. Флав подходит Коракс. Потерял свой сейчас фейсшифт баг. И умирает он сейчас, конечно же. Скрим от Квапы. Ультит Семерка. Это минус пять. На миду Койква умирал. Убили одного до зла. Смешно. Просто смешно. Одного до зла только смогли забрать Мауза. Очень как-то неудачно у них идет игра сейчас. Ну и вот, собственно, Флав. Что он? Фейзы собрался делать. Хитрюга. Седьмой уровень до зла. Саппорты там что? Чен пятый. Рубик шестой. Тут саппорты. Дазл седьмой. Семерка. Восьмой. Семерка с фейзами. Полным стиком. Затаром на ворды. И три фрага у нее плюс ФБ, если вы помните. Тринадцать четыре. Счет говорит сам за себя. Подошел, кстати говоря, к Сит у нас в чате. Знакомый. Товарищ. Говорит, что какие фишки. Этой стратегии уже четыре года. Ну, доту я комментировал уже как-то год назад начал, можно сказать. Так что я первую доту, так сказать, профессиональную никогда не играл. Но соль в том, что Нага делает иллюзии и дазл хилит. Да, и это просто очень много дэмэджа. Там пять сотен урона говорят. Ну, вообще, если это действительно так, то, конечно, больно. Читаю ли я чат? Конечно же, читаю. Я стараюсь все чатики прокликивать, но сообщений не очень много. Просто. Так, что там? Фата. Фата пока что тусуется на боте. Здесь Синдерен смок. Ну, вот попытка убить... Ну, да, вот-вот-вот-вот. Должны убить Дазла. Он там помансовал, конечно, красиво. Но Квапа зря сюда понабликнул. Спас. Ворует Бриньку Корока. У Корока откатывается Бринька. Он уходит. У нее... Да, есть все-таки четвертый Бриньк. Сзади подходит Иксмайк вместе с Драконом. Убивают. Быстренько Чена. Вроде еле живой отсюда. Фата уходит. Вроде пас тоже выжил. Но на топе Бульба делает соло-фраг на Блэке. Блин. И еще Курьера отдали. Но Вайпер явно не герой для Блэка. Это точно. Какой-то он... Ну, не знаю. Нелепый. То есть, такой... Он один на один. Вайпер очень сильный. Но в трипле... Какой с него толк в трипле? В лейте, что ли, он хорош? Так хорош, как ДК? Сомневаюсь. Так хорош, как Найкс. Сомневаюсь. Любого героя Блэку бы дали. Не знаю. Но не Вайпера. Просто хотели типа на лайне нагибать. Но можно было бы и хорошего героя для лайна дать Блэку. Так, стан получает. Фата от ТС. Два смоука от Чена, видимо. Что надо делать? Маус в такой ситуации. Либо Маус сейчас гангует. Либо Маус проигрывает. Потому что Кэрри у команды Ликвид тоже есть. И ДК уже с Шедоублейдом. Нага. Таки ПТ барабаны. Аквила. Щит бомжа. Полный стик. Еще 2000 золота. То есть, она Радик будет делать, судя по тому, что у него затар. Ну вот, с барабанами. Нашли Синдерена. Сеточка. Рептайт. Проказ. Давай, до свидания. Ох, ты как красиво-то делает Синдерен. Но мне кажется, все равно ему не выжить. Там слишком много армора. Забревает Рептайт на таком уровне. Ну, а... Ну, Бульб вообще не... О, так вот даже. Ну, надо ультовать Бульб еще. Все, уходит. Стики даже поражал. Ну, телепорт неприятно сбили. Придется ножками, да, добираться до базы. Флав 1000 золота имеет. У всех, блин, фейзы куплены. Смотрите. Фейзы на Дазле, фейзы на ЦМке. Все быстрые и жесткие. У ЦМки Огрклаб 1000 хп у ЦМки. Больше, чем у Рубена. Больше, чем у Чена. Да почти столько же, сколько у Вайпера. Армора, правда, немного. Плюс она такая немного неповоротливая. 335 мс. Там... То есть... Ну, ЦМка медленный герой. Хотя у Вайпера с ПТ 340. Здесь 355. Ну, относительно медленный. Лотару, ДК. Теперь инициация проще. 14-ая минута, 10 тысяч преимуществ в золоте. О, по-моему, опять Блэк умирает. Фига ему там под кислым припекло. Че там у Блэка? 2-6. Еще нашли... Ну, блин. Даже не хочется что-то говорить, потому что Мауза поддают все. Просто все, что могут, они отдают. ГГ пишет. Фата. Да, тут понятно. Блэк пишет. ВП действительно молодцы. TC красиво сыграли. Удивительно. Удивительно сыграли, я бы даже сказал. Хорошая дота была сегодня. Ну, и получается, что все. Смотрим, как падает трон. Поглядим, что там у нас с айтемами. Все-таки я не всех прокликивал. Ну, хотя, ликвидовцев-то я всех прокликал. Маузов там нет, потому что у них тупо ничего нет. Ну, давайте. Взрывайте трон уже. Все. За 15 минут. Блин, а коэффициенты-то, наверное, на Мауз были большие. Можно было бабла срубить. Но что-то у немцев не получилось сегодня. С ЕМСа приехали. Может, не поймали своей игры. Или что-то в этом духе. Ну что ж, ребят. На этом дота сегодня заканчивается. Я еще разок напоминаю вам, что все записи и анонсы будущих трансляций я размещаю в своем паблике ВКонтактике. Вот, собственно, адрес есть здесь. Вот тут будут записи. Тут, кстати говоря, конкурс. Где-то был там на сет для Некродеда и Квапы. Если хотите, можете поучаствовать. Тут пролистать ниже. И условия тут, конечно же, расписаны. Стараемся тоже новости здесь постить. Короче, как-то развиваться. Если вам интересно, вступайте, поддерживайте. Насчет будущих трансляций. Завтра обещают... Знаете, какую игру завтра обещают? Завтра обещают игру ICCup против Empire на Corsair. Поскольку TPL завтра тоже будет. Туда пойдет, наверное, стримить Versuta. А я буду стримить игру имперцев. Я думаю, что меня там заменят. Да, то есть попрошу, чтобы пустили. Я там буду после Versuta официальным комментатором. Так что приходите на игру Empire против ICCup. Я точно ее буду стримить. Даже если все-таки Versuta там будет. 19.00 по московскому времени состоится этот матч. Ну вот, собственно, вся информация, которую я хотел до вас донести. Любите Доту. Спокойной ночи. До скорых встреч. С вами был Фарсешка. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова